Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства участвуют во всероссийском конкурсе «Лучшая система наставничества в здравоохранении». Проект проходит в нашей стране уже в третий раз. Его главная цель – показать, какую значимую роль играет преемственность профессионального опыта. На презентации люберетских медиков побывали мои коллеги. Я надеюсь, что сегодняшнее наше общение будет достаточно плодотворным. Мы расскажем о себе, послушаем ваши вопросы и надеемся, что мы будем лидерами в этом конкурсе. Во всяком случае, мы для этого приложили много усилий. Второй этап всероссийского конкурса проходит в дистанционном режиме. С командой отделения хирургии новорожденных через экран знакомятся ведущие эксперты страны. Коллектив хоть и молодой, но уже готов поделиться опытом наставничества. Обучаем врача по системе пятиступенчатого алгоритма. Первое – я расскажу, а ты послушай. Второе – я покажу, а ты посмотри. Третье – мы сделаем с тобой это вместе. Четвертое – сделай сам, а я подскажу, проконтролирую. И пятое – ты сделаешь это сам и расскажешь мне все, что ты сделал. Свой доклад врачи и медсестры Московского областного центра охраны материнства и детства дополнили презентациями и видеороликами. Конкурсанты не только показали, как принимают в коллектив молодых специалистов, но и рассказали о работе отделения в целом. Единственному в Московской области центру, где оказывают любую хирургическую помощь новорожденным, есть чем гордиться. В среднем за год здесь спасают около 700 малышей, в том числе с редкими патологиями. Врачей, которые проводят уникальные операции, выращивают в самом отделении. На первом этапе проводится тщательный отбор соискателей на позицию детского хирурга. Студенты и ординаторы проходят практики и обучение в нашем центре. На втором этапе проводится введение нового сотрудника в рабочий день детского хирурга. Всероссийский конкурс «Лучшая система наставничества здравоохранения» стартовала в марте этого года. После отборочного этапа 10 лучших медицинских учреждений, куда вошел и Мацомт, прошли в финал. Победители-призеры проекта станут известны уже в ноябре.